В Татарстане готовятся к первым в истории играм стран НСНГ и готовят спортсменов к Олимпиаде в Токио. О планах на будущее и успехах сегодня рассказали на коллегии Минспорта Республики. Так, больше чем на 80 тысяч стало больше татарстанцев, активно занимающихся спортом. Но больше 100 спортивных объектов требует капремонта. Важно не только толкнуть снаряд, но и попасть в цель. И если для маленьких шайб Анастасии Сушковой хватает и пластиковой дорожки, то настоящему керлингу, признается спортсменка, нужен хороший лед. А мы занимаемся на хоккейной коробке. А там, даже если волос попадет под камень, уже траектория меняется. Поэтому у нас там борзды от хоккеистов. К тому же большинство хоккейных площадок нуждаются в замене. Об этом стало известно на коллегии Минспорта. Сегодня расширенное заседание с участием министра спорта России. Первый мой визит, который состоялся в регионах, сразу после новогодних праздников, это к вам. В Татарстане успешно функционирует больше 11 тысяч спортивных объектов. Из тех, что были введены в последнее время, лыжные базы начали строить футбольные манежи в планах мини-манежи в районах. Мы видим те результаты, которые есть. Полтора миллиона человек занимаются спортом. Задача довести до двух миллионов. Но если занимающихся все больше, то меньше тех, кто работает в этой стезе. В районах текучка кадров. За год сменилось 21 руководитель в 16 муниципальных образованиях. В плане крупных событий все было куда лучше. Успешно прошли хоккейные, волейбольные чемпионаты, первенство по плаванию. Радовали в хоккее хоккеисты сегодня здесь. Здесь же главная футбольная команда. Рядом лидеры триатлона. Словом, все ярчайшие представители видов спорта, которые активно развиваются в республике. На подмогу им мобильные приложения. В этом году команда из Татарстана разработала сервис, помогающий каждому найти площадку для занятий спортом. Например, если тебе не хватает людей для игры в футбол, если тебе не с кем пойти в тренажерный зал, ты можешь через приложение рассказать об этом другим пользователям и, соответственно, найти партнеров. Уже сейчас количество занимающихся физической культурой спорта, порядка 49%, это выше, чем в других регионах. Потому что системно подходит к развитию спорта. Плюс самые крупные спортивные события. Впереди Всероссийский фестиваль экстремальных видов спорта и соревнования стран СНГ. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ.